Девятнадцатый километр автодороги России, Конаковский район. Рено Логан съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель 56-го года рождения не справился с управлением. Пострадала пассажирка на марке 66-летняя женщина. На Сахаровском шоссе у дома номер 17 Лада Гранта сбила пожилого мужчину. Он переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. С черепно-мозговой травмой и переломом ребер пострадавший доставлен в больницу. Еще один наезд на дерево после съезда с дороги. На сей раз в Старицком районе. Пострадал водитель Рено, мужчина 77-го года рождения. Доставлен в Старицкую ЦРБ. В Калязинском районе на автодороге «Золотое кольцо» столкнулись мопед и велосипед. Пострадал велосипедист мужчина 81-го года рождения. 19 октября в среднюю школу номер 11 города Твери пришли криминалисты Следственного комитета. Нет, здесь не случилось ничего криминального. Состоялась очередная познавательно-профилактическая встреча с детьми. На этот раз посвященная профессиональному празднику криминалистической службы Следственного комитета, который в России отмечается как раз 19 октября. Эта работа очень для нас важна, потому что, во-первых, мы определенную профилактическую работу проводим прежде всего. То есть детям объясняем опасности современного мира, что, к сожалению, у нас никто не застрахован от каких-то противоправных посягательств. Говорим о том, что необходимо общаться с родителями, слушать взрослых. А еще Михаил Никитин рассказал школьникам о секретах своей профессии и современных возможностях по раскрытию преступлений. Расскажем, какие мы используем методы, как мы эти следы фиксируем. Вот у нас специальные измерительные линейки, масштабные. Мы расскажем, как мы производим фотографирование, какие особенности фиксации изъятых веществ, применение криминалистического света. Расскажем, для чего он нужен, как он применяется. Например, расскажем про поисковые средства, это металлоискатели и другие. То есть обзорно вкратце расскажем об основных, так скажем, технических возможностях при расследовании преступлений, которые сегодня у нас есть. На встречу пригласили учащихся седьмых, восьмых и девятых классов. Дети именно этого возраста нередко становятся объектами преступного посягательства. Но и сами они должны знать о том, какое наказание ждет тех, кто приступает к закону. Именно поэтому руководство школы приглашает к сотрудничеству все правоохранительные структуры региона. В рамках профилактических мер я считаю, что такие мероприятия, они очень необходимы на сегодняшний день, особенно ребятам, которые находятся в подростковом возрасте. Потому что ребята очень часто становятся участниками различных возрастных групп, сообществ, где старшие ребята, пользуясь их неосведомленностью, используют их в своих каких-то не очень благовидных поступках. Для многих ребят такие встречи открывают дорогу в будущую профессию. Знакомство с криминалистической техникой и методами работы криминалистов вызвало у детей неподдельный интерес. Редактор субтитров А.Семкин